Подруги, доброе утро! Привет и добро пожаловать на наш канал! Сегодняшний день мы решили провести дома, поскольку на улице просто невыносимая жара. И по нам, красавцам, вы видите, что за последние дни мы действительно достаточно времени провели на солнце, вдоволь на загорались, накупались, и сегодня мы действительно можем хотя бы немножечко побыть в доме. Но что касается лично меня, то в это сложное время и пандемии, и, в принципе, последних происшествий с нашей беременностью, когда не получилось забеременеть с первого раза, конечно же, я расстроилась. И поэтому, учитывая все эти факторы, находиться здесь в Риге, в нашем доме, или, как мы называем, нашей фазендой, это самое лучшее место, действительно, где я могла бы сейчас находиться. Да, Арса нет рядом, и от этого веселее не становится, но, тем не менее, здесь есть чистое море, воздух, сад. В конце концов, я здесь выросла, это мой родной дом, и я могу здесь действительно чувствовать себя самой собой. Моя мама, она, конечно же, наслаждается тем, что мы приехали, она о нас заботится, делает нам завтраки, ужины, обеды. И, в общем, пока у нее радость такая на самом пике от нашего приезда, мы действительно можем немножечко-немножечко отдохнуть. И поэтому у меня сегодня есть время также позаботиться и о своей коже. Вся моя пигментация, которая у меня началась во время беременности, она снова проступила на мое лицо, на мой лоб, на мои скулы. Кожа просто-просто страдает. И, в общем, дело это нужно спасать. Также я покажу вам, как мы здесь обустроились и как мы с Рэмом поделили наше пространство в доме. И также пришла еще наша посылочка. Я заказала всякие замки и примочки для безопасности ребенка, поскольку за эту неделю уже понаблюдала за ним. Уже вижу те места, в которые он прям так и норовит прорваться. И для того, чтобы его вот эти ежедневные игры и развлечения были безопасными, мне нужно также обезопасить конкретно эти места. Ну и, конечно же, этого красавца еще нужно покормить. Так что вот такой вот домашний у нас сегодня будет день. Но от этого, я думаю, он не станет менее интересным. Да, котенок? Так, подружки, действовать нужно быстро. Зеркало у меня впереди, вы у меня здесь. Сегодня будем наводить красоту при помощи косметики Реше. Реше написали мне и предложили попробовать их косметику. Прислали мне тот комплект, который я выбрала. И с большим-большим удовольствием я уже опробовала несколько их продуктов. И сегодня решила сделать также и для вас обзор. Ну и заодно показать, как же этой косметикой пользуюсь. Как вы знаете, на моем канале показывают только все самое хорошее. И если я на себе испробовала продукты и понимаю, что он хороший, то показывать и рекомендовать буду его и вам. Реше на самом деле хотела попробовать очень-очень давно. Думая об этой компании, что я знала? Я знала, что это российская компания. Делает она свой продукт из натуральных ингредиентов. Очень зеленая компания, соответственно, с философией у них все в порядке. И также на ум всегда приходили щетки для вот этого сухого массажа антицеллюлитного, которым девочки, блогеры, вечно пользуются. Но я решила пойти другим путем и создала для себя такой небольшой комплект из нескольких продуктов именно для своего лица. Для умывания я заказала себе очень-очень нежный гель, очень легкий, который очень бережно помогает очищать кожу. И, в принципе, если говорить про очищение, для меня это самый первый и самый-самый, наверное, важный шаг, поскольку если кожу не очистить правильно, то все последующее использование продуктов, оно бессмысленно, поскольку эти ингредиенты и компоненты, они в кожу просто не проникают из-за ороговевшего слоя, который налетом стоит у тебя на коже, и все твои дорогие и хорошие сыворотки, они остаются просто на поверхности, ничего хорошего тебе не делают. Следовательно, для меня первое умывание. Обычно у меня это двустепенчатый процесс. Первым делом, если у меня на лице косметика, то я использую, например, гидрофильное масло, которое очень круто расщепляет косметику и ее снимает с лица. И вторым шагом я использую вот такой вот гель и щетку. Щетка, она мне очень нравится, потому что она не травмирует кожу. То есть, если, например, пользоваться скрабами, то есть большой риск, что ты травмируешь свою кожу. Хотя скраб он очень круто очищает. Губы не забываем. В случае щетки, в свою очередь, она очень мягко работает, и очищение происходит без травмирования кожи. В то же самое время очищают просто здорово. И таким образом я подготавливаю кожу уже к дальнейшему этапу. Это маска пилинг. То есть, это очищение и отшелушивание кожи. И вот как раз-таки того ороговевшего слоя. И, конечно, если говорить про мою пигментацию, это очень важно, поскольку ее нужно снимать. Зимой с пигментацией было все легче, поскольку солнца мало. Я пользовалась и витамином С, и кислотными пилингами. Очень здорово мои пигментные пятна, они стали светлеть. В свою очередь, сейчас, когда заново вышло солнышко и буквально несколько дней на солнце, все, моя кожа заново стала темнеть в тех местах, где эта пигментация есть. Поэтому первым делом, что мы делаем после очищения, это вот такой вот кислотный пилинг. То есть, будем при помощи натуральных кислот очищать мою кожу. Я уже опробовала этот продукт и могу точно сказать, что он очень-очень классный. Он в виде вот такого вот геля. Имеет очень такой свежий мятный аромат. И очень-очень-очень свежит, особенно в это жаркое время. Что касается пилингов, конечно же, лучше в идеале это делать вечером, потому что кожа может стать более чувствительной к солнцу. Но так как мы сегодня планируем остаться дома, то я, в общем, делаю этот пилинг сейчас с утра. 3,5 минут его держим и смываем теплой водой. Так, смываем. По ощущениям этот пилинг очень-очень бережный. И после вот такого бережного очищения очень здорово кожа готова к следующему этапу. Значит, в моем комплекте что еще здесь? Есть две маски. Вот выглядят они так. И обратите внимание на очень красивую упаковку. Я обожаю, когда упаковка вот такая вот в нежных пастельных тонах. И вот у меня здесь розовая это маска против признаков старения. И вторая такая вот лавандовая, она для увлажнения кожи. Маска против признаков старения. Я уже понимаю, что этот продукт очень экономный. В том смысле, что его не нужно наносить много. Мы, конечно же, обходим зоны вокруг глаз и губ и наносим на все остальное лицо. Эта маска, она также отшелушивает, она очищает и помогает бороться с тусклостью. То есть это глиняная маска, которая также помогает немного привести кожу в тонус и в порядок. И избавиться от первых признаков старения, то есть это пигментация, это морщинки, это неровности цвета кожи и так далее. Сейчас жду также приблизительно 5 минут, пока маска высохнет полностью и потом ее смываю. Так, 5 минут прошло. В принципе, эти глиняные маски очень удобно смывать при помощи влажного горячего полотенца. Так, следующим шагом у нас идет увлажнение. Влажнение – это для меня очень-очень важный шаг, поскольку кожа у меня сама по себе обезвоженная, сухая, особенно во время беременности. Сейчас, понятное дело, не тот случай, но тем не менее, даже летом на солнце, тем более, нужно ее увлажнять. Ну вот, поэтому аккуратненько я ношу эту маску, сниму ее с зоны вокруг глаз и попробую вот такие вот патчи на глаза. В упаковке у меня таких 7 пар, то есть их на несколько раз хватает. Внутри сыворотка и сейчас почитаем, что же в составе, что же делают эти патчи. Так, сами патчи очень удобные, потому что они такие, знаете, по серединке что-то между гелевыми и тканевыми. То есть они очень легкие, они не создают тяжесть, они не отлипают, не соскальзывают по лицу и держатся прекрасно. И также сыворотки здесь предостаточно на повторное, на самом деле, использование. Значит, что у нас здесь есть? Патчи сделаны из натурального природного волокна Биоселлулоз, благодаря ультратонкой текстуре, идеально прилегают к нежной коже вокруг глаз. Так, позволяют активным компонентам сыворотки-наполнителя, которая состоит из аминокислот, липидов, витаминов, микроэлементов и фруктовых кислот, проникать в кожу глубже и быть более эффективными. 99,5% натуральное происхождение компонентов. Ну, мне кажется, очень круто. Если говорить, в принципе, про составы этих продуктов, их тоже я почитала, посмотрела, и составы здесь действительно крутые, и все компоненты работают конкретно на ту проблему, для которой вы, собственно, этот продукт покупаете. Обратила также внимание на содержание алкоголя в этих продуктах и порадовалась тому, что здесь, в принципе, тоже все в порядке. Обычно я, конечно же, смотрю на отдушки и на алкоголь, поскольку в косметике есть алкоголь хороший, который допустимо иметь в составе, и есть плохой алкоголь, который будет сушить вашу кожу, создавать сыпь, пятна и так далее, и так далее, вплоть до там жесткой аллергической реакции. Но, если речь идет о хороших натуральных видах алкоголя, которые просто необходимы в продуктах, то мы должны знать, что используем мы их для того, чтобы, во-первых, наш продукт консервировался, то есть, чтобы он просто-напросто не портился в нашей упаковке. То есть, это некий такой вспомогательный элемент, который помогает сохранить наш продукт там на 6, 12 или сколько месяцев написано вот на упаковке. И второе, алкоголь не является неким таким проводником или катализатором, который помогает хорошим работающим активным элементам в этом продукте проникать в нашу кожу и делать свою работу. Вот такая вот функция алкоголя. Поэтому мифы о том, что алкоголя не должно быть вообще в продукте, это, конечно же, неправильно. И здесь нужно обращать внимание на то, во-первых, какой алкоголь и каким он указан в составе по счету. То есть, если он в начале списка, то мы знаем, что этого алкоголя там достаточно много. Если он в самом конце, то это означает, что он вспомогательный элемент, и его немного в этом продукте. И мы можем пользоваться этим продуктом смело. Ну и, в принципе, смотреть по реакции кожи. Я, например, вижу, что у меня реакции плохой нет вообще. Поэтому в этих случаях я допускаю и отдушку натуральную, естественную, и также алкоголь. Так, ну что, 20 минут прошло. Снимаем наши патчи и смываем нашу маску. Так, ну кожа уже заметно стала такой живенькой, свеженькой, красивенькой. Как вам кажется? Мне кажется, прям очень. И зона под глазами тоже прям какая-то стала очень-очень-очень отдохнувшая и напитанная. Последний продукт, который у меня есть, это вот такая вот сыворотка. И на самом деле вот эта сыворотка, это тот продукт, из-за которого я с большим нетерпением ждала эту посылочку. Поскольку мне было настолько интересно его попробовать, так как если читать его состав... Фрэн, кстати говоря, эту бумажку тоже уже несколько раз прочитал. Это просто бомбический продукт, в котором такое огромное количество полезных элементов, что просто сойти с ума. Давайте сейчас нанесем. Вот он выглядит как маслице такое. И пахнет, господи. О, я наношу абсолютно на все лицо, поскольку это последний шаг. То есть это самый тяжелый продукт, он на основе масла. И его нужно наносить в последнюю очередь, поскольку если что-то пробовать нанести на масло, то оно уже проникать в кожу не будет. Вначале все легкие сыворотки, маски и так далее, и последним делом масло. Значит так, что же эта мега увлажняющая сыворотка делает и что у нее в составе? Во-первых, для зрелой, сухой, потерявшей тонус кожи, то есть это прям ко мне. В нем есть витамин В3, потом масла грецкого ореха, облепихи, органы, эфирные масла жасмина, апельсина. Дальше масло булити, сои, зародышей пшеницы, зверобоя. Эфирные масла того же жасмина иланг иланг. Природный алантанин смягчает, кожу увлажняет. Благодаря бисобололу лицо вновь приобретает здоровое сияние. Также масла, календулы, конопли, малиновые косточки, черного тмина. Помогает поддерживать оптимальный уровень увлажненности, регулирует процессы обмена в клеточной ткани и увеличивает выработку коллагена и эластина. В общем, кожа становится упругая, защищенная и пропадают первые признаки старения. Тут также есть фируловая кислота, еще натуральные масла марулы, сои и подсолнуха. В общем, если уж выбирать из всех один продукт, то эта штука, это просто какая-то бомба. И также, когда я наношу его, вот здесь, конечно же, я так благодарна за этот эффект спа. Когда ты наносишь, и ты понимаешь, что он пахнет настолько божественно, что, мне кажется, я даже в нос его втираю, эта сыворотка действительно очень-очень крутая, уже не говоря о том, что она кожу просто приводит в какое-то божественное состояние. Сейчас блестеть я буду какое-то время, но ничего, пусть масла не проникают, впитываются и делают свое дело. В описании этого видеоролика я оставляю все ссылки на эти продукты. Если вам они понравились, и вы доверяете моему мнению, пожалуйста, закажите, попробуйте, и поверьте мне, вы будете рады и благодарны. Советую, конечно же, покупать это все в комплекте, поскольку один продукт сам по себе, ну, не знаю, насколько хорошо будет работать, все зависит от того, что входит в состав вашего ухода до использования этого конкретного продукта. Рюше, спасибо большое, что вы ко мне обратились, прислали этот замечательный продукт, и дали мне возможность его попробовать и рассказать моим подругам о том, насколько крутой вы делаете уход для нашего лица. Бутерброд мой уже готов разрушить мою ванную комнату. Нам с тобой пора завтракать, да, котенок? Да! И показывать девчонкам, как же мы тут обустроили, и что же у нас тут в нашем домике происходит. Здесь, на даче нашей, или другими словами, на нашей фазенде, ребенок ест просто, абсолютно свободно, и размазывает, разбрасывает абсолютно все, летают тарелки, летает еда, ложки. Короче, мне кажется, мне нужно здесь стелить для него пленку строительную, просто на всю кухню, чтобы он хоть как-то чисто ел. Хотя, что же за жаловаться здесь на фазенде, мы в основном едим на улице, поэтому шланг в руки, стульчик в землю, все, что он испачкал, то можно быстренько-быстренько привести в порядок. Дом наш претерпел некоторые изменения с появлением этого малыша, так что буду показывать, как мы тут обустроились, пока он ест. Значит, наша кухня. Ну, на кухне у нас изменений немного. Баба, привет, я здесь. И сегодня также нам нужно будет установить защиту на мои шкафчики, поскольку он уже со всеми шурупами выдрал у меня... Ага. Выдрал у меня духовку и выдрал эту дверь. С большим трудом нашла хоть какую-то нормальную защиту здесь в Риге. Сегодня доставка вот утром мне привезла. Будем позже устанавливать. Ага. Ну, ладно. Гостиная. Гостиная превратилась в мою спальню. И вот, что стало с моей гостиной. Здесь у меня раньше был вот этот мой диван. Но пришлось из спальни достать кровать и поставить ее сюда. Здесь в углу у нас игрушки. Сухой бассейн, который нам подарили. Его некоторые игрушки, которые я взяла. И также игрушки, которые у нас были здесь. Их покажу потом. Что с Рэмом? Рэм переехал в мою спальню. Вот у нас его спальня-место. Это его кроватка. Если помните, я рассказывала, что кроватка нам досталась по наследству от наших друзей. Она старенькая-старенькая. И большая кроватка метр сорок на семьдесят. Вообще ни по каким стандартам. Поэтому здесь мне, как и на даче, пришлось колхозить. Значит, у нас есть наш матрасик. В магазине я метр сорок на семьдесят не нашла. У меня метр двадцать на шестьдесят. И обставила все подушками вокруг. Потому что там зазор. И таким образом у нас получился некий бортик. И также мне моя подруга дала вот такую вот штучку спереди. Ну, это такой очень мягкий бортик. Больше для совсем маленьких малышей. Но, по крайней мере, для Рэма он тоже работает. Поскольку он не бьется головой о передний бортик кровати. Так что это все окей. И мой любимый диван, который стоит сейчас здесь за занавеской. Вы видите не только цветы, но и также нашу шторку Blackout от Гро. Их я притащила. Одна у меня здесь в его комнате. Другая у меня там в ванной. Так, ты чего там делаешь? Ага, сидит. Ну, он пристегнут, так что все нормально. Значит, вторая у меня в ванной. Поскольку дверь в ванную комнату, она со стеклами. Липучки, они не липнут на вот таком вот матовом стекле. То мне пришлось нашу шторку повесить на окно в ванной комнате. Что с моими полками? Если помните, раньше здесь было огромное количество книг. Сейчас книг осталось малое количество, поскольку все они переехали в Санкт-Петербург. И с нижних полок, естественно, я все подняла вверх. Брат мой эту полку прикрепил к стене. И я спокойно уверена, что эта полка не упадет на моего ребенка, если он придумает по ней карабкаться вверх. Также у нас здесь есть наш комод зеркальный. Вот по поводу него я переживаю очень-очень. Мастера на этой неделе приедут. Во-первых, мне починят вот эти мои ящики, так как они все потрескались там, где есть отверстие для ручек. Мы уберем ручки полностью и поставим просто пушапы. И зеркала мои мне поменяют. И таким образом, опять же, для ребенка безопасно. Он не сможет их открывать и карабкаться вверх. И также они еще его прикрепят у меня к стене. Я привезла тросы, которые у нас есть для безопасности. Но посмотрим, понадобятся они или нет. Ну, в общем, вот эту красоту мне прикрепят к стене. Ну, как вы видите, отпечатки. Об этом я уже молчу. Ребенок вечно просится поднимать его наверх, трогать. Я уже успокоилась по поводу зеркал. Обожаю их, не могу. Они дают больше такое ощущение пространства. Но с ребенком это, конечно, гиблая история. И также у нас вот здесь есть наша занавеска. Это изначально, когда я жила здесь одна, я не хотела здесь двери. Просто я поставила занавеску. Ну, на случай, если кто-то остается в гостях или просто мне хочется закрыть мою спальню. Но со временем мы, конечно же, здесь поставим дверь. Такую сдвижную дверь для того, чтобы, опять же, изолировать малыша, когда он спит, чтобы ему не мешать. Если мы, например, находимся здесь в гостиной, либо на кухне. Пока я включаю малышу, как обычно, белый шум. Веду себя достаточно тихо. Либо вечер провожу в саду, либо у мамы. Но, в принципе, ребенок спокойно спит. И даже когда я здесь, я могу включить свет. Он ему абсолютно не мешает, поскольку штора эта, она закрыта. И с другой стороны, я, опять же, наколхозила, блин. Я прицепила вот здесь вот, не видно, наверное, сейчас покажу. Черную простыню свою, чтобы меньше просвечивала, поскольку сам материал просто штора. Она просвечивает, видите, там видно. А с этой штукой уж никак. Ну, в общем, со временем починим и адаптируем нашу фазенду под ребенка. Пока, в общем, как мать смогла, так и сделала. Диван мой был нещадно описан. Самая главная ошибка любой матери – это хотя бы на секунду оставить ребенка без подгузника, для того, чтобы взять новый подгузник или отнести ванную полотенце. Знаете, если ребенок на твоем красивом диване без подгузника, диван будет описан 100%. Но это в лучшем случае. В худшем случае у нас будет действие номер два, которое почистить намного-намного сложнее. Так что сейчас я постелила полотенце. Последние 20 минут я вымывала чехол с седлушки дивана. Ну, в общем, отправила на улицу сушиться. Так что, котенок, молодец. План на сегодня выполнен. И, в принципе, конечно, ребенок в доме – это что-то с чем-то, блин. Эх, я поняла, что обустраивание дома, ремонт и красота – это с маленькими детьми просто кошмар. Поскольку все красивое, что у тебя в доме будет, оно будет уничтожено, разрушено, сломано, описано, не знаю, покрыто всем чем угодно, что обычно на этих вещах быть не должно. И поэтому, ну, вот, например, мои красивые занавески сейчас тоже ребенок ими занимается. Следовательно, из дома, естественно, ушла вся красота. Она была упакована, все мои вазы. Вот, кстати, ванная комната не показала. Сейчас включу свет. В ванной комнате на все верхние полки отправлены мои вазы. Все тяжелое, что может поранить ребенка. Ну, снизу, конечно, ничего нет. Чтобы вы понимали, щетка приклеена скотчем. То же самое я планировала делать с крышкой унитаза. Но замки мои пришли, и там есть какие-то типа липучек, поэтому, может быть, что-то я установлю также на унитаз. Ну, а в целом, ванная комната что превращается в детскую? Здесь у нас коврик. Игрушки, игрушки, игрушки. Остальные игрушки у нас вот там вот на улице. В его грузовичке стоят. Единственное, что в моей ванной комнате осталось для меня – это моя столешница, где я могу хоть как-то за собой поухаживать. Чтобы вы понимали, мать вышла из комнаты на секунду. Ты как там оказался? Ой, прелесть ты моя! Как ты тут оказался, чудо-юдо мелкое за занавеской-то? Ну вот, котенок стоит. Любимое дело в этом доме. И за окошком у нас тут что? У нас тут наш сарайчик. Там вольер Прады. Вот здесь мы ее закрываем, когда приезжают гости. И, кстати говоря, вот эта вот лужайка, вот этот пятак, он достаточно большой, там за домом еще идет. За ребенком не видно, он туда-туда-туда уходит. В общем, это ее туалет. Она точно знает, что в туалет нужно ходить только туда. И в другие части нашего сада она в туалет не ходит. Ну. А, ку-ку! Ку-ку! Ребенок, ку-ку! Ну? Давай, слезай. Пойдем поиграем в свои игрушки. Что у тебя тут есть еще? Давай, пойдем. Ку-ку! Ку-ку, ребенок! Ку-ку! Оп! Ну, конечно говоря, об изменениях. В доме это стульчик для кормления, который я мою либо в ванне в те дни, когда мне не хочется выходить на улицу, и я кормлю ребенка в доме, либо, конечно же, там, в саду на улице. Ну, сегодня тот день, когда мы дома, поэтому стульчик будем мыть в ванне. Конечно, каждый день вот это происходит. Он забирается, выбирается, и мячиками мы тут играем. Да, котенок? Сухой бассейн – это, конечно, что-то с чем-то. Ну, не знаю, насколько ему это будет интересно, но пока вот прям интерес большой. И, кстати говоря, старшие дети моего брата, то есть Адаму сейчас пять, Эмилю будет четыре в конце года, вернее, в начале следующего, в январе. Сейчас ему три. Они прям вот пока подарок ждал Рэма, они с удовольствием в нем играли. Да, котенок? Ну, и теперь вот мой малыш вот так вот резвится с этим бассейном. Кстати, камеру в его комнате я тоже перевесила. Она у меня была вот здесь, наверху на полке, но я решила ее поставить вот сюда. Прицепила ее за свою 3D-стенку. Спасибо тебе, 3D-стенка. Провод пустила понизу, и вот таким вот образом теперь камера висит прям-прям над кроваткой. Когда камера у меня висела вот там вот наверху, и ребенок во сне забирался калачиком вот сюда, за эту стенку, то его было вообще не видно, и непонятно, где ребенок. Смотришь, кровать пустая. Но сейчас обозреваемость кроватки хорошая, и ребенка видно. Так, тем временем он опять у меня тут залезает. Ну, чего ты творишь? Так, разобрала я ему свою посылочку с примочками и замками. И что-то смотрю как-то с большим скепсисом. Во-первых, внешний вид, это, конечно, что-то с чем-то. Этот желтенький цвет детской неожиданности в памперсе, это, конечно, да. Короче, о дизайне мы здесь не говорим вообще. Да и, в принципе, надо понять, как это все дело работает. Здесь у меня в основном компол, и у них есть вот такие вот липучки, которые устанавливаются вот на угол, но предполагаю, что тоже на прямую плоскость тоже можно будет поставить. Эти штуки также от компола, они похожего действия, как у меня дома, хэппи-бэйби. То есть это просто замочек, который крепится на дверце, и вот должен он их держать. Попробовала уже один поставить, но он у меня отвалился, эта липкая лента, она не очень хорошо держится, даже если обезжирить поверхность. Поэтому надо будет что-то думать, наверное, в строительном магазине купить еще вот эту двустороннюю ленту и приклеить заново. Так, здесь вот такого плана замки тоже на угол, на ящики. Попробую их. И самый-самый, который, мне кажется, полезный будет, это вот такая вот штуковина для моей духовки. Так, поверхность я обезжирила. Первая штука, которую я буду ставить, это на мою духовку. Работает она следующим образом. Здесь нужно нажать сверху вот эту штучку, ребристую, и просто повернуть. И тогда можно будет открыть. Она просто блокирует движение самой дверцы. Ничего другого она не делает. Сейчас я поставить, как ты будешь работать. Так. Главное, прямо это все сделать. Опа. Ну, и вроде так. Все. Так, следующие замки, это вот эти, канпуловские. Их я хочу поставить вот для этих дверок. Вот для этого и для этой. Но сверху вот здесь я ставить не могу, поскольку эта ручка не позволит этому замку открыться. Поэтому придется мне эту штуку ставить вот сюда. И таким образом я сразу заблокирую саму дверцу, нижний ящик и ту дверцу. И так как их, этих замков, будет два, я очень надеюсь, они будут держать. Я надеюсь, что котенок это просто все вместе не выделит с корня. так, снимаем. Эх. Как-то так надо, да, котенок? Оп. Вот так вот. Вот так вот. Постарайся, котенок, сейчас не дергать это все, ладно? Так, дальше у меня вот этих три ящика. На верхнем у меня замка нет, но к нему Рэм добраться не может. Вот такие вот пластмасски угловые у меня есть. и вот при нажатии этих двух кнопок эта вся штука отделяется. Так, ну выглядит это приблизительно так. Докуплю еще один потом для верхнего ящика. Эта часть фасада выглядит вот так вот. Так, а ты что тут орешь? Коко! Эй! Что? Да-да-да-да-да? Да-да-да-да-да! Старенькая моя штучка. Тумбочка такая старая-старая с пятном. От какой-то вазы, которая уже вывести невозможно. Да, котенок? Ну? Господи, как интересно! Вроде похоже на ходунок, но не ходунок, да? Так, ладно, вот последним делом у меня еще остались такие липучки. Их можно, я прочитала по инструкции, клеить и на плоскую поверхность, и на угол. Так что они прекрасно подойдут и для холодильника, и для унитаза. И также для шкафчика в ванной комнате. Первым делом холодильник. Так, на холодильник я наклею эту ленту вот здесь, чтобы ребенок не мог скрывать в дверцу. Так, все наклеили. Теперь вторую. Бррррррр. Держи листочек. Так, и клеим вторую. Все, главное, чтобы ты не допер, как это делаешь. Хотя, мне кажется, в три секунды ты это поймешь. Все. Пусть теперь держится. Перестань. Все. Есть. мне кажется, план мой провалился. Котенок! Так, унитаз. Надо решить. Наверное, буду клейкую ленту вниз, чтобы ему было сложнее понять, как эта штуковина открывается. Наверное, как-то так. Так. Одна. и вторая. Еще бы так кнопку заклеить, чтобы не нажимал слив воды. Ну все, подруги, сегодня красоту навели, дом обезопасили и провели с вами вместе прекрасный день. На этом мы сегодня с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под этим видео и обязательно пишите в комментариях, как же вы проводите ваши летние дни дома. Ну а мы на сегодня говорим пока. Скажите Данине подружки пока! Да? Муа! Муа! Пока!